Негодование – редкое чувство для гангстера. Но именно в этом состоянии пребывали люди Грейс, когда гнали в тот день цветных на урок. А почему они пребывали в негодовании? Потому что они гораздо более адекватны, чем Грейс. И они понимают, что эта затея абсолютно бессмысленна. Вы никогда не заставитесь силой никого учиться, а если этих людей под страхом выстрелов привести в учебный класс, то таким образом у них будет точно ампутирована возможность что-то полезное для себя из уроков извлечь, даже если они и хотели что-то полезное для себя извлечь. Гангстеры это понимают, а для Грейс это невдомёк. Вот именно поэтому они и находятся в негодовании от того, насколько глупый поступок им приходится совершать. Темой урока был дешёвый фокус доктора Гектора под названием взять со дна. И здесь Грейс решил рассказать им о докторе Гекторе. А вы помните, доктор Гектор это профессиональный шулер, игрок в карты. И задача у него заключается в том, он как санитар леса, чтобы лишить необходимости страдать людей из-за того, что они не знают, что делать с теми деньгами, которые у них есть. И он чётко и открыто рассказал Грейс о том, какую функцию он выполняет и как он позволяет людям сохранять интерес к своей жизни, и с жаждой ждать возможности заработать ещё денег и снова их проиграть или надеяться, что выиграют. Но Грейс это всего не поняла в силу своего недалёкого ума. И здесь она ещё решила рассказать местным жителям о том, какой Гектор плохой парень. А вообще с вами Альберт и это третья часть разбора фильма Мандерлей. Если вы не смотрели первую и вторую часть, я приглашаю вас поставить на паузу и приступить к изучению третьей только сквозь призму изученных первых и вторых частей. Имейте это в виду. Моя задача выносить на поверхность ряд гипотез. Если хотя бы одна из них окажется для вас полезной, для меня это большая победа. Ну что, третья часть Мандерлей. Поехали. Добро пожаловать на наш урок. Добро пожаловать на наш урок, говорит Грейс, хотя всех этих людей сюда привели силой. Я собирался тогда прийти, но опоздал. Не то слово. Вы не успели даже к окончанию. Да, всегда есть такие товарищи, которые ищут оправдания в своих карманах и любят создавать такие ситуации, лишь бы оправдаться. Раньше мы слышали бой старых часов в холле. Тогда было легче следить за временем, но боя больше не слышно. Да, именно поэтому, значит, виноватым во всем являются часы. Именно из-за них мы всегда опаздывали. Я считаю сломанные грабли своими, а Флора считает, а не ее. Работать вместе, владеть вместе. Итак, кто считает, что это грабли Элизабет? Работать вместе, владеть вместе. Да, хорошее начинание у Грейса здесь и намерение. Это самые позитивные, благодаря которым можно сделать дорогу только в никуда. Но как? Как будет вести себя дитя, у которого семь нянек. Никак совсем пропадет. Ответственный должен быть всегда один. Сэмми? А? А? Я... Я... Постепенно тема поучительной беседы Грейс зашла до жителей Мандерли. Сэмми громко смеется над своими шутками. Да, обратите внимание, какие проблемы их заботят. Точно не те, которые реально должны заботить. У них скоро есть, здесь будет нечего. А они спорят между собой, чьи эти маленькие грабли. Или почему там этот товарищ так громко смеется над своими шутками. Но, Грейс, что ты от них ждешь в данном случае? Ты пытаешься заставить козла дать тебе молоко. Или еще одна метафора. Ты пытаешься заставить рыбу летать. Это и есть демократия? Очень быстро образовалось две фракции. Одна настаивала на том, что было без восьми два, а другая твердила, что было без пяти. Почему же гордый ниггер ест меньше, чем угодливый? Тоже интересный момент здесь. Почему же? Обратите внимание, как эта система здесь устроена. В зависимости от того, какой категории принадлежит тот или иной человек, соответствующее количество пищи ему необходимо давать. Кому-то для того, чтобы со своей кукушки не съехать, необходимо быть немножко голодным. И только в таком состоянии своего тела он способен работать. А кому-то еды надо побольше, иначе он станет слишком неконтролируемым и не сможет контролировать себя в данном случае. Все это зависит от того, какой категории принадлежит тот или иной житель этого города. Но это, конечно, метафора. Здесь метафора, она посвящена тому, что необходимо так создать условия, чтобы не позволять никому создавать большего вреда, чем система может вынести. И эта история здесь контролируется питанием. Контролировалась питанием. Но совсем скоро вы увидите, что Грейс решит всем людям давать всю еду, что у них есть. И даже не будет понимать, что совсем скоро они начнут умирать от голода из-за дефицита еды. Каким образом то, что творится у вас в голове, связано с количеством пищи, которое дают людям? Да, Грейс это не понимает, и она хочет сделать все для всех. Для моей матери были очень важны эти правила. Я знаю много мест, где всем дают гораздо меньше шести унций, и они начинают есть землю. Да, обратите внимание, то есть таким образом организован кодекс мем, что есть возможность давать еды не настолько мало, чтобы заставлять их есть землю, но и не настолько много, чтобы ампутировать у них желание работать. И здесь необходим очень тонкий баланс. И помните, этот кодекс составлен Вильямом, одним из местных рабов, кстати. Видимо, он здесь наименее глупый из всех. Неужели вы не видите, сколько унизительно так разделять людей? Да, это унизительно их так разделять, к сожалению, и ничего с этим не поделаешь. Но совсем скоро, Грейс, ты увидишь, что когда ты решишь всем давать волю, когда ты решишь каждого кормить досыта, ты увидишь, к чему это приведет. Мало того, что таким образом эти люди сами потеряют контроль над собой, мало того, что они из-за этого вообще перестанут хотеть работать, и, кроме того, вы быстро сожрете все запасы еды, и из-за этого голодомор здесь начнется. Люди бывают разные. И, кстати, здесь вопрос. Подумайте, под каким селекционным давлением появился пост, например, который многие соблюдают? Конечно, из-за дефицита еды, но не бывает лишним привязать и духовную составляющую к этому ритуалу. Но всегда задавайтесь вопросом, под каким селекционным давлением появился тот или иной ритуал? Он когда-то, да и даже сейчас, продолжает людям сохранять свою жизнь, свое здоровье, и физическое, и психическое в данном случае. Но когда-то он был введен именно потому, потому что люди сжирали всю еду, что у них была, до того, как они имели возможность собрать новый урожай. Кроликам и быкам тоже не дают равные порции. Они разные. Это очень тонкий намек. Здесь они разные, но Грейс не способна это услышать. У одного может живот разболеться. Ну все, хватит. Я совершенно недовольна тем, что услышала сегодня. Да, и здесь мы видим, как человек в силу своей глупости собственной, на примере Грейс мы это наблюдаем, готов сделать все, что угодно, дабы сохранять свою возможность пребывать в темном лесу своих заблуждений. Она считает себя здесь самой умной, а всех остальных глупыми. Да, она движима высокими материями и своими идеалами. Но эти идеалы были воспеты где? В том детстве, где она сама была зажравшейся девочкой, где все у нее было. Она никак не видела жизни. И поэтому настолько у нее неадекватное восприятие действительности. Придется вас наказать. Да, и кроме того, она как превращается сама в преследователя и наказывает этих белых людей здесь. Типа восстанавливает справедливость. Вот смотрите, как их накрасили. Посмотрите на своего дядю Джима. Он сейчас в ванной учится плавать. Хотя пыль налетит, все это не будет иметь значения. О чем вы? Приближается пыльная буря. Да, приближается пыльная буря. Но ты даже это и не взвесила, когда решила срубить местные деревья. Помните, мы это с вами раскрывали в первой части нашего разбора этого фильма. Но и в то же время эти белые люди не уберегли Грейс от этого плохого решения. И ничего ей не сказали, что деревья-то рубить не надо. Может быть и говорили, просто Грейс не имела способности это дело услышать. А хлопок только начал расти. Придет песчаная буря, уничтожит весь хлопок, нечего будет продавать, не будет денег, не будет денег, чтобы купить еду. И так вот отсутствие быта и хозяйства здорового в этой системе приведет всех к смерти. Это плохо. Но мандерлейские поля ни разу не страдали от пыльных бурь. Потому что была защита от ветра. Грейс не хотелось вдаваться в смысл этих загадочных слов бывшего надсмотрщика. Не хотелось вдаваться в смысл этих слов, потому что способностей у нее мысли долгосрочно нет. Есть некая стена у нее в голове, которая говорит ей, «Думай не дальше двух дней, и ты должна быть доброй для всех. Угождай и наноси справедливость». И вскоре она убедила себя, что в них вовсе не было смысла. Да, обратную рационализацию никто не отменял. Вскоре она убедила себя в том, что в этих словах и вовсе нет смысла. Вот так вот привычные схемы мышления человека, насколько бы плохо он бы нижил, это не имеет никакого значения. Они будут всегда оберегать его от возможности подвергнуть сомнениям то, в чем он уверен. Любой бедняк найдет сто тысяч подтверждений тому, что он все делает правильно. Любой человек, которого обманули в сотый раз, всегда найдет подтверждение тому, что виноваты все вокруг, а он сам белый и пушистый. Обратную рационализацию, которая сохраняет человека психически в живых, так сказать, никто не отменял, как защитная функция наших мозгов. Но здесь эта функция с Грейс играет злую шутку. «И что посеять тревогу и отчаяние, поскольку та была уже стара, и много есть ей было». «Так нельзя, — говорит Грейс. Каждый сам решает, сколько ему есть, но для этого он должен иметь способность выводить с собой, как минимум, чтобы решать. Если всю их жизнь за них все решали, то ты надеешься, что вот так вот за один твой урок они начнут решать сами, как распоряжаться своей жизнью. Много об этом мы с вами говорили ранее». «Было ни к чему. В этот момент они услышали ветер». Вот приближается рог судьбы и голос природы, беспощадный. Но самое интересное, что для них всех это как будто неожиданность. Каждый год на протяжении всей их жизни, примерно в это время, приходит этот рог природы, который разносит все в клочья. Но они так это воспринимают, как будто это для них неожиданность. Вот так вот человек может в стотысячный раз наступать на одни и те же грабли и каждый раз удивляется, что это с ним произошло. «Наверное, это Люцифер». «Наверное, это Люцифер». Да, это тоже юмор Варса фон Трира, мне кажется, когда недалекий человек, который не может детерминировать происходящее явление, начинает означивать их мифами и вовшебными сказками. Да, это Люцифер, ты можешь продолжать так думать, раз тебе легче. Но это не отменяет необходимости создать условия своей безопасной жизни в будущем. «Пыльная буря всегда приходила в это время». Всегда приходила в это время. Что ж вы удивляетесь? Вы должны, если у вас есть чередной коробки мозги, воспринимать ее абсолютно спокойно, совершив нужные превентивные меры, являясь полностью подготовленными. А вы? Чем в данном случае тогда человек отличается от насекомого? На мой взгляд, мало чем. Думайте всегда наперед, предполагайте, делайте себе финансовую подушку, развивайте свои компетенции, качайте личный бренд как минимум, создавайте повышенную свою ценность на рынке труда, решайте проблемы общества, людей, которые вас окружают, работодателя ваших клиентов, создавайте себя настолько ценным, что вас готовы будут все с руками оторвать, когда они видят в вас высокий профессионализм. А зачастую человек, оказавшись на обочине жизни без денег и без всего, удивляется, как же так с ним произошло. А чем ты раньше думал, братан? Обратите внимание на мой разбор фильма в компании мужчин в двух частях, я там эту тему особенно явно поднимаю. С незапамятных времен она щадила молодые всходы хлопка, поскольку плантация была разумно защищена узкой полосой деревьев, которую все привыкли называть садом старушки. И этот сад старушки, который было необходимо полоте, за которым было нужно ухаживать, и местные жители делали это с ненавистью, даже не понимая, насколько классно и здорово этот сад старушки сохраняет их жизни. Вот так вот зачастую животное начинает ненавидеть кормящую себя руку. Как же много мужества надо найти в себе, чтобы полюбить и такое. Правда? Безумные демонстрации силы самой природы. Да, сила самой природы – это адекватность, это объективный мир, это законы физики, законы природы, которые никто не отменял. Вне зависимости от того, умный человек, глупый человек, мудрый человек или вообще он полный идиот, он всегда соприкоснется с силами природы. Просто в данном случае умный с умным видом решает те проблемы, которые мудрый не создает. И здесь в данном случае мудрость – мем и заключалась в том, чтобы ухаживать за своим садом, который оберегал местную территорию от гибели. Вдруг Грейс увидела всадника. Да, и здесь на первый взгляд кажется, какой молодец. Несмотря на то, что бой неравный, он пытается победить эту пыль. Но так подумает недалекий человек, скажу я вам. А теперь посмотрите это дело чуть поглубже. Первое. За этим конем Тимати, который здесь, чтобы произвести впечатление на всех. Типа, смотрите, какой я молодец. Вы все спрятались, а я борюсь. Но если бы ты был таким умным, ты бы тогда уберег тот сад, братишка. А здесь ты просто понтуешься своей исключительностью, пытаясь таким образом дополнительно произвести впечатление на всех, включая Грейс. Во-вторых, от его действий таких конь подохнет совсем скоро. Получается, одной единицей скота здесь станет меньше. Но этот конь крайне нужен в хозяйстве. То есть Тимати, мало того, что вредит себе, он навредил ранее всем. Он вредит еще всем тем, что убивает коня. Но создает вокруг этого такую иллюзию занятости и пользы. Имейте это в виду. Смотрите на это и наблюдайте. Чем более полезным вам кажется тот или иной человек, тем больше пыли в глаза он вам пускает. А в данном случае пыль у нас является прямо буквальной метафорой, как и в этом фильме. Но это была битва. Но это была битва, в которой Тимати потеряет коня. Какой бы бессмысленной она ни была, героическая и опасная. Но гораздо важнее героически прожить свою жизнь, чем героически подохнуть. Запомните это. Это как метафора. Многие любят искать лобом своим пулю, подвергают себя опасности, пытаются произвести впечатление на кого непонятно. Но как много необходимо терпения и усилий, чтобы диффузно, ежедневно, так сказать, вести свой бой. Тот, который вы считаете нужным. Когда вы работаете над тем, чтобы быть по-настоящему полезным. Себе, семье своей, вашему окружению. Имейте это в виду. И также здесь, на мой взгляд, Варс фон Триер и шутит, что Тимати пытается строить из себя героя. Но какой в этом смысл? Герой тот, кто вступает в заранее выигранный бой. Помните об этом. Герой тот, кто создает условия. Герой это тот мудрец, который не решает проблемы. Которые мудрый специально создает, чтобы их решать с умным видом. И таким образом акцентировать внимание всего своего окружения на себе. Мол, смотрите, какой я классный. Какой я супер. Не то, что вы. Но настоящий герой так не делает. И поэтому Тимати здесь, это шарлатан. Но его приманка сработала. Дополнительно Грейс начинает все больше и больше очаровываться этим шарлатаном. Но что с нее взять? Это юная, полувозрелая самка. Конечно, вагина начинает ею управлять. Она совсем здесь изолирована от мужских ласк. И чем в большей степени ее инстинкт накоплен, тем больше она будет хотеть любого, кто рядом с ней. Настанет такой момент, когда ее ноги сами понесут в местную мужскую баню. И вы увидите, что там будет дальше. Ну что, вот они оказались практически без хлопка, который совсем недавно посеяли. Вот к чему приводит слабоумие и отвага. И вон Тимати на носилках. Смотрите, он заставляет всех за собой ухаживать. Он сам придумал проблему на ровном месте. Он сам подвергает себе опасности. Но он таким образом себя ведет, что все начинают видеть в нем героя. Вот он, мошенник, который предлагает проблему, предлагает решение и живет на разнице. Он уже дышит ли он? Да, Грейс полностью вовлеклась. Она начинает переживать по этому поводу и страдать. Это значит, что крючки, которые бросала здесь Тимати, они проткнули щеку Грейс. Но Грейс сама и рада быть проткнутой. И не только крюком. Вот он, бедняжка. Все над ним ухаживают и думают, какой он молодец. А сам он лежит и думает, отлично, мне удалось таким образом сконфигурировать ситуацию, чтобы заставить всех обо мне заботиться, что я такой молодец. Но вы помните, какой он Касти принадлежит? Да, шарлатанов и мошенников. И не зря в кодексе ММ так именно про него написано. Но Грейс не смогла это там вычитать. А совсем скоро вы узнаете разгадку этого фильма. Сильный Тимати поднялся на ноги и стал осматривать повреждения, вызванные бурей. Пыль нанесла сокрушительный удар. Больше всего пострадали запасы продовольствия, хранившиеся в персиковом доме, который лишился крыши. Вот так вот. Вот такие дрова вы здесь наломали на ровном месте. Почти вся провизия стала несъедобной. Кроме того, неизбежная была пневмония, принесенная пылью. Пыль проникла всюду. Особенно туда, где новые доски не защищали от ветра. Вот такие следствия можно получить, если совершать необдуманные действия. Мало того, что пыль уничтожила местную еду, хлопок, так и еще заразила местных людей пневмонией. Поэтому прежде чем внедрять любые изменения в систему, необходимо детально эту систему изучить. И внедрение совершать диффузно и плавно. Помните об этом. Диффузно и плавно. По чуть-чуть. По миллиметру. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Если производить изменения и рубить с плеча, то ни к чему хорошему это не приведет. И здесь мы это видим как метафору. Да, здесь маленькая девочка заболела, к сожалению. Оказались не швейцарскими, как считала мэм, а копии, сработанные местными умельцами. И практически ничего не стоили. Да, потому что все деньги, которые они зарабатывали здесь, они уходили на самих жителей, на их еду, на их одежду. Но Грейс была уверена в том, что мэм местная жирует, будучи хозяйкой этих рабов. И деньги там транжирит куда-то и покупает предметы роскоши. Но нет, все не так, Грейс. Все не так. Свободное предприятие Мандерли было разорено. Но вдруг мандерлейская община стала потихоньку собираться. Конечно, стала потихоньку собираться. А что им еще делать? Ты — это единственная их надежда. Спасибо, что пришли. Ой, Грейс думает, что они пришли сюда по своей воле. Так их заставила прийти ситуация, которая здесь произошла именно из-за тебя. Я очень переживаю из-за этой безнадежной ситуации. Ну а какой в этом смысл мне здесь пускать? Так ты все сделал для того, чтобы переживать в данном случае. Таким образом, ты чувствуешь себя здесь такой нужной, такой молодец. Типа ты сделала все, что от тебя зависело. Но тот, кто по-настоящему бы не хотел, чтобы это все произошло, тот бы этого просто не допустил. Да, очень часто вы можете встретить в своей жизни людей, которые дико любят извиняться, приносить свои сожаления, дико расстраиваться и делать это известным для своего окружения, таким образом вынуждая окружение себя пожалеть. Чистейшей воды манипуляция. Здесь надо сказать, а что ты можешь сделать, чтобы в дальнейшем не создавать такого рода ситуаций? Кстати, у меня вчера было занятие курсу стратегического мышления. Мы там разбирали скрипты руководительские для того, чтобы превращать проблему компании, которая приносит сотрудник, в пока не решенную им задачу, но которую он способен решить. И там алгоритм следующий. Я сейчас приведу простейший пример на примере опозданий. Извините, пожалуйста, я опоздал. Так, хорошо, трудности могут быть. И правильно услышал, ты пока не нашел способов организовать свое время так, чтобы всегда быть вовремя, правильно? Ну да, получается. Отлично, что ты это понимаешь. И скажи, как толково этот человек, какое ты видишь решение? Ну вот такое-то. Хорошо, а что сделаешь в ближайшее время? Ну вот это. Ну отлично. И скажи, и это важный вопрос, кстати, а что ты можешь сделать, чтобы не создавать таких ситуаций в дальнейшем? Ну вот это вот могу сделать. Отлично, все. Завтра в 2 часа мы с тобой соберемся. Я жду от тебя отчет по результатам внедрения этих действий. Понимаете, да? То есть 5 шагов. Первый шаг. И правильно услышал, что ты пока не нашел способов так организовать свое время, чтобы не получать этой проблемы. Второй шаг. И как профессионал, какое видишь решение? Третий шаг. Окей, и что будешь делать в ближайшее время? Четвертый шаг. А что ты можешь сделать, чтобы в дальнейшем не создавать таких ситуаций? И пятый шаг. Хорошо, отлично. Давай договоримся. На следующей неделе в 2 часа дня во вторник мы с тобой соберемся и обсудим этот момент. То есть здесь вы даете понять вашему собеседнику, что вы просто так это не оставите. Но то же самое можно использовать такого рода последовательность вопросов и в работе с собой. Ну, например, столкнулся человек с тем, что опоздал, либо денег ему не хватило за месяц. Он может спросить себя, так, то есть я пока не нашел способов организовать время так, чтобы денег не хватало, да? Да, то есть здесь он признает, что он сам является причиной этого следствия. Помните об ответственности мы как много говорили с вами ранее? Далее. Ну, хорошо, какое я вижу решение? Далее. Ну, что я могу сделать в ближайшее время с этим? Ага. И далее. И что я могу сделать такого, чтобы в дальнейшем не заставлять себя создавать такие ситуации? Ага. Вот это. И как я могу сам отчитаться перед собой, чтобы дать подтверждение себе, что я внес эти изменения в свою жизнь? Ага. Вот это. То есть вот пять вопросов, которые можно использовать здесь, вместо того, чтобы ныть, расстраиваться и переживать. Из любой ситуации, которая происходит, необходимо извлекать смысл и урок, чтобы в дальнейшем так организовать условия в своей жизни, чтобы такого рода ситуация просто не могла появиться. Понимаете? Не могла. А люди, объединившись против общего недруга, вдруг стали трудиться вместе плечом к плечу? Да, зачастую даже иногда приходится искусственным образом создавать кризис, который позволяет людям объединиться друг с другом. Потому что если люди не объединены общей целью, общими задачами, то тогда их задачей станет война друг против друга. Иногда этим врагом является нечто естественное, как внешний враг, а иногда он должен искусственным образом создаваться руководителем. Имейте это в виду. Со своими злейшими врагами, чтобы достичь общей цели, как свободные взрослые американцы. То есть эта проблема, в которую они попали, сильно затормозила их агрессивность друг с другом, и они обрели способность работать плечом к плечу. Но это временная мера. Совсем скоро их ненависть друг к другу будет копиться, и мы увидим, во что она выльется здесь. То, что все вдруг задвигалось и пошло само собой, могло только радовать Грейс. Но то, что она не играла в этом активной роли, вдруг погрузило ее в какой-то вакуум. Помните, да, об этом мы говорили ранее, ей необходимо самой всегда создавать проблемы, так, чтобы чувствовать себя нужной, что без нее они не справятся. Вот он, дьявол. И что-то непонятное в ее душе стало требовать внимания. Да, стало требовать внимания. Ну а здесь мы раскрываем тему накапливаемости инстинкта. Обратите внимание, Грейс живет здесь уже не первую неделю, и, судя по всему, не первый месяц. Мужчины у нее здесь нет. Инстинкт половой у нее накапливается, а чем больше он накоплен, тем меньше ему надо для разрядки. Но инстинкт у особи может быть накоплен настолько сильно, что может в целом отключить ей мозг и управлять ее поведением. Я сейчас приведу пример. Человек может быть настолько голодным, у него пищевой инстинкт может быть настолько накоплен, что у него может снести крышу, и он не будет ждать возможности оплаты на раздачу в столовой, а просто начнет еду класть себе в рот. Но, благо, мы с вами не испытываем такого животного голода, и слава Богу, и это очень хорошо. А здесь, в данном случае, половой инстинкт у Грейс копится, и он чем больше копится, тем больше он мочой давит на ее мозги, тем больше начинает управлять ее поведением, и она сейчас начинает томиться, и у нее мысли в голову приходят, и образы фаоса, и мужского внимания приходят к ней в голову, и она очень начинает сильно хотеть, и ничего не может с этим поделать. И здесь много мудрости вы знаете на этот счет, типа на безрыбье и рак рыба, да, что если жрать нечего, то и рак за рыбу сойдет, или еще дорога ложка к обеду, что так-то ложка не нужна в принципе, но как только жрать приспичило, то ложка лишней не будет, и прочее. Либо еще есть такое выражение достаточно дунуть, и тогда кончит. То есть тема в том заключается здесь, что инстинкт половой настолько накоплен, что маленького движения извне достаточно, чтобы он разрядился. Так вот, любое животное, а человек все-таки является частью животного мира, так рассредотачивают свою жизнь, чтобы давать свою возможность накапливающимся инстинктам разряжаться. И здесь есть интересная гипотеза, что человек, давайте человека возьмем здесь, его поведение является не следствием воздействующих на него стимулов, нет, он бессознательно расставляет вокруг себя такие стимулы, которые позволяют ему проявлять привычные для него паттерны поведения. То есть, смотрите, если для человека привычным является впадать и гнев, залиться и кричать, он специально найдет себе рядом такой стимул и такого человека, который позволит ему разряжать этот гнев. Понимаете? Познай себя и все изнутри. Ну а здесь, с точки зрения образовательной, что я хочу сказать, то есть, половой инстинкт у Грейс накоплен настолько сильно, что она сейчас сама будет удивляться, что ее ноги будут ее нести к мужской бане. Это было нечто чисто человеческое. Чисто человеческое, говорит Варс фон Триер здесь. Это чисто животное, мои дорогие. Но тема заключается не в том, чтобы бороться со своими инстинктами, чтобы терпеть. Нет, это пути никуда. Тема заключается в том, чтобы организовать свою жизнь таким образом, чтобы вы имели возможность думать не инстинктами, а разумом, так сказать. Чтобы не позволять моче настолько сильно накапливаться, чтобы она пила в мозги. Ну и, конечно, здесь моча это метафора. Я под этим имею в виду инстинкты, которые являются серыми кардиналами человеческого поведения во многом. Инстинкты и чувства. Да. Зловещие чувства бездомности и одиночества поразило Грейс в самое сердце. Да, и так хочется мужских ласк и внимания этой юной, сексуальной и совсем безобидной особи. Прогуливаясь, Грейс вдруг оказалась у задней стены деревянной бани. Как-то случайно она оказалась у задней стены деревянной бани мужской. Как-то вот случайно. И без всякого предупреждения ощущение бесприютности превратилось в странное желание двигаться вверх по этой ржавой трубе навстречу потоку грязной воды туда, где обнаженные тела мыли дешевым мылом. Да, и здесь что-то манит Грейс. Но самое интересное здесь, это, конечно, механизм обратной рационализации, когда инстинкт, например, половой, здесь у Грейс накоплен настолько сильно, и он настолько сильно требует оплодотворения, в данном случае, мужского внимания. Все-таки давайте посмотрим, Грейс юная особа, дама, у которой менструация уже давно началась, и ей крайне необходимо мужское внимание. Все-таки года берут свое, согласитесь, и вечно она такой молодой не будет. Так вот, здесь интересный момент, это обратная рационализация, что когда инстинкт накоплен достаточно сильно, что воздействует гормонами на поведение человека, человек начинает обратно рационализировать это дело и объясняет себе вот так, я просто влюбилась, он просто симпатичный парень, у нас так много общего, понимаете, да? Либо, например, инстинкт агрессия, задача которого заключается в том, чтобы равномерно распределять особей по ареалу обитания. Если, допустим, у самца он накопился достаточно сильно, то он может начать драться с другим участником дорожного движения или просто с соседом, или просто с человеком, который идет по улице, он не понимает, что им движет его инстинкт и он здесь является просто животным и следствием этого животного поведения, но он задним числом это себе объяснит, типа, ну он просто рэп любит, а я вот по металлу, либо, ну у него прическа мне не понравилась, но фишка в том, что это всего лишь обратная рационализация, которая не имеет никакого отношения к действительности, помозгуйте на этот счет, манит ее, то, что Грейс почувствовала ох эти внутренние волнения, ох эта страсть, которая правит разумом, сколько людей она положила в землю, возле бани было чем-то неблагородным, постыдным, ну и в то же время, сколько людям, какому количеству людей она дала жизнь, ее ум должна была занимать политику управления Мандерлеем, какая политика управления, о чем вы говорите, ее ум сейчас занимает только одно, которое не имело к этим мыслям никакого отношения, Грейс заставила себя усы, и я здесь понимаю, Грейс, половой инстинкт, он кричит, особенно, когда вы молодой или молодая, юный или юная, молодой человек или девушка, и что с этим поделаешь, совсем непонятно, поэтому важно организовать свою жизнь таким образом, чтобы давать выход этому половому инстинкту, вести регулярную здоровую половую жизнь, и только это, на мой взгляд, дает возможность тому, чтобы иметь возможность включать голову, а не думать яйцами, ткнуть, чтобы прогнать мысли о черных телах, но невозможно это сделать, прогнать эти мысли, чем больше она пытается их прогнать, тем больше эти мысли ее настигают, но когда инстинкт настолько сильно накоплен, что уже невозможно им контролировать, он начинает создавать галлюцинации, вы знаете, например, если мужчина не имеет половой жизни и не мастурбирует, то у него настолько может быть сильно накоплен половой инстинкт, что у него эротические фантазии, так сказать, во сне, заканчиваются полюциями, то есть неконтролируемым семиизвержением, и также здесь Грейс начнет яростно мастурбировать, представляя свои образы в своих фантазиях, и правильно делает, а что с этим поделаешь, необходимо же хоть как-то разрядить этот инстинкт, но у нее это не получится, к сожалению, и вы скоро увидите другое проявление накапливающегося инстинкта, но не сексуального, не полового, а пищевого, тоже будет очень поучительно, но росток хлопка в ее теле изголодавшимся по любви не сдавался и явил себя в виде сна. Эх, какой шикарный фильм, как много здесь вот настоящего, поучительного, я воспринимаю этот фильм как философскую притчу, это для меня не социальная драма, она для меня не о рабах, не об афроамериканцах, не о белых, не об их взаимодействии, нет, этот фильм для меня философская притча, грубо говоря, что творится в голове одного человека, какие силы в нем работают, и как необходимо много мужества и сил для того, чтобы этими силами управлять и не позволять этим силам управлять тобой, мой дорогой друг. Когда появился Тимати, он одновременно был рабом, несущим вино дрожащими руками и самим шейхом, чьи властные руки оценивали самые интимные отверстия Грейс. Квер стала хуже. Да, Квер стала хуже, это девочка, которая заболела из-за того, что пыль проникла в этот город, из-за того, что еды нет и из-за пневмонии, к сожалению. Кто виноват? Да, Грейс. Но Грейс сейчас будет строить из себя такую спасительницу. К сожалению, у нее снова жар. Она что-нибудь съела? Конечно, шкварки и жареного цыпленка. Она съела немного овсянки, но еда в ней не держится, и я останусь здесь. Как бы трудно нам не было. Но твое пребывание здесь делает жизнь этих людей еще труднее. Неужели тебе непонятно? Очень трудно. Еды осталось самая малость. Хотя кое-кто по-прежнему набивает брюхо. Очень мало бобов и картошки. Давайте отдадим их Роуз. Давайте отдадим их девочке этой Квэр. И вы увидите, на самом деле, какая злая шутка здесь будет сыграна. И получается, Грейс так создала условия, что каждый начинает очень сильно голодать. Но помните, как и половой инстинкт, который бывает накоплен настолько, что отключает мозги у своего носителя, так и пищевой. Получается, она создает таким образом условия, что люди будут здесь настолько голодны, что не смогут не отбирать еду у той заболевшей девочки. И, к сожалению, эта девочка здесь умрет. И они подумают, что виноват тот, кто эту еду отбирал. Но виноваты все, и в первую очередь Грейс, которая позволила этой ситуации здесь произойти. Поэтому мыслить стратегически это видеть не следствие, это видеть причины. И так же и здесь то, что Квер умерла, причиной является на самом деле не то, что у нее отбирали еду. Это лишь следствие. Причиной является то, что у них не было достаточно еды, чтобы не хотеть ее отбирать. Прочие продукты поделим поровну между остальными. Да, и здесь Грейс начинает сталкиваться с тем, что зря она тогда предлагала всем давать всю еду, что у них есть. Она тогда не понимала, что именно поэтому и дозирована еда для каждого в зависимости от его масти. Таким образом, это позволяет и человеку оставаться сытым, и всем оставаться сытыми и в живых. Нас это тоже касается? Да, конечно. Да, конечно, Грейс, следующая ошибка. То есть гангстеры, которые являются здесь гарантом твоей безопасности, ты и их оставляешь без еды. Настолько же ты глупая. Мы уже съели все, к чему ваш отец даже не прикоснулся бы. Да, и скоро они будут все сбегать от Грейс и правильно будут делать. Заботьтесь о ваших людях, берегите ваших людей, и тогда они захотят заботиться о вас. Боюсь, что ваши дела плохи. Может быть и так. Но я не готова это услышать. Самый питательный продукт не улучшил состояние Клэр. Ей нужно было мясо. Не улучшил состояние Клэр, это потому что Клэр не имела способности и возможности эту еду есть. Тимоти это знал. Поэтому решено было, что впредь придется обходиться без старого верного осла. Вот так вот люди рубят сук, на котором они сами сидят. Это то же самое, что от голода начинать пожирать свои конечности. Ну что ж поделать? Можно ли винить этих простых ребят? Нет. Но Грейс так организовала здесь ситуацию, что эти следствия не могли не наступить. Не то. Спасибо, Тимоти. Спасибо, Тимоти. И вот снова как будто Тимоти делает доброе дело, но убив этого осла с позитивных намерений, чтобы обеспечить ту маленькую девочку едой и мясом. Во-первых, эта еда до девочки не дойдет и эту еду скорее всего сожрут все остальные, потому что они настолько сильно изголодались, что они не смогут контролировать свои руки, их руки сами будут тянуться к еде и к вось еду им в рот. Во-вторых, без этого осла жизнь этого города станет еще хуже. Тоже Тимоти тот самый, который своими, так сказать, благими намерениями вымощивает дорогу в ад. Держите. Следуя южной традиции, они начали есть землю. А когда у вас была хозяйка, она не допускала того, чтобы хотя бы кто-то здесь ел землю. Но никому и мысль в голову не приходит, что именно с приходом Грейс сюда их жизнь стала настолько хуже. По-моему, нормально. По-моему, нормально. Помните, я выше говорил про обратную рационализацию? Ну, а что ж поделать? Человек, если вынужден делать даже самое страшное зло, он всегда объяснит себе это, всегда найдет себе оправдание, всегда себя утешит. Обратную рационализацию никто не отменял. Этим начальством был желудок работника. Да, когда инстинкт накоплен, действительно, начальством человека становятся его органы и его инстинкты. Что ж тут поделаешь? Итак, первый гангстер, самый умный из тех, кто здесь был, юрист, решил уйти, избежать с этого города, потому что понимает, что город, конечно, обречен. Молодец, давно пора было это сделать. Бедная вот эта Вилма, старая женщина, настолько она изголодалась и настолько сильно ее соблазняют этой тарелкой едой у Квер, которая на подоконнике стоит. И Вилма может втихаря эту еду взять. Но будете ли вы винить голодного котенка из-за того, что он побежал и начал есть свой корм с тарелочки? Конечно, нет. И так же здесь. И так же здесь. Можно ли винить эту старушку из-за того, что она не может устоять и руки сами у нее тянутся к этой еде? Ну что ж поделать, она же просто человек, как и все эти люди здесь. Это же просто люди. Про соблазнение, про искушение, про скрытое управление я очень много говорил, когда разбирал фильм Догвиль. Обратите внимание, разбор в четырех частях также есть у меня ВКонтакте, на Вимео и на Ютубе. Поздравляю. Тимати улыбается. Он думает сейчас он такой важный в этом городе, такой спаситель, но эти все проблемы создал он в том числе. Но самой лучшей новостью было то, что Клэр чудесным образом набрала сил настолько, что могла опустошить свою тарелку с едой. И никому даже в голову мысль не приходит, что это не она съедает эту тарелку. Помните первая прогола волшебника? Есть такая серия книг Terry Goodkind Я ее читал в 6-7-8 классах. Она производила на меня большое впечатление. Так вот, первое правило волшебника звучит так. Люди глупые, они верят в то, во что хотят верить. И также здесь они так хотят верить в выздоровление этой маленькой девочки Клэр, что начинают верить в то, что это она сама съедает эту еду. Но им даже непонятно, может управлять собой. К тому же, помните, это окошечко, оно открывается снаружи, а не изнутри. Поэтому здесь весь есть соблазн для того, чтобы так организовать условия, что бедная старушка от голода не может не есть эту еду. А девочка, конечно, ей все хуже и хуже становится, к сожалению. Это всегда происходило ночью. вот это уже подозрительно, не так ли? вот они внутренние имитания. Вот эти ноки, которые сами несут квэр к этой бани. Ну и винить квэр мы тоже не собираемся. Что ж поделать? Накапливаемость инстинкта никто не отменял. Кроме того, что мы с вами так сказать духовно развитые существа, мы еще дети человеческие. Являясь частью животного мира, есть в нас инстинкты, органы, кровь, кишки и так далее, гормоны. Еще хуже было то, что жар в ее чреслах возвращался, несмотря на крик о помощи этой несчастной курицы. И на мгновение забыла и о стыде, и о политкорректности, и делала то, чего не делала с самого детства, когда еще не знала, что это очень плохо. Она прижималась к узлу, который быстро инстинктивно сал... В общем, Грейс активно начала мастурбировать и ничего не может с этим поделать, а в то же время считает, что это плохо, и себя корит за это. Но инстинкт настолько сильно накопился, что ничего с этим невозможно поделать. далась во власть пульсирующих взрывов внизу живота. Да, завершить ей не удалось, потому что ее прервали. А что произошло? Да, та девочка от вывода умерла. Но неудивительно, пневмония привела ее к смерти. Откуда пневмония из-за пыли? Откуда пыль из-за срубленных садов? Кроме того, еды нормально в живот КВР не поступало, потому что ту еду, которую для нее приносили, съедали другие жители этого города. Потому что ничего не могли с собой поделать и оставались крайне голодны. Видите? Может произойти только то, для чего все условия соблюдены, а для чего все условия соблюдены, то не может не произойти. И здесь конфигурация территории такова, что такого ужасного эффекта не могло не случиться, мои дорогие. Я так за ней ухаживала. Ухаживала, да, но ты ухаживала сердцем, а не разумом. Необходимо не только чувствовать, но и думать. Да, которая не поступала к ней в живот, кстати, потому что это мясо сжирали другие голодные жители этого города и ничего не могли с собой поделать. Нет, не ела. Да, всю эту еду съедала Вилма, но обратите внимание, отец Квер нисколько в этом не сомневается. То есть он знал, что ли, что эту еду съедает Вилма, и несмотря на то, что он знал это, он продолжал этому происходить. Удивительно. Нет, Клэр не ела, это она ела. Ну, да, ты знаешь, что Клэр не ела, а чё ж ты раньше об этом не говорил. Смотрите, как они все повязаны. Если кто-то совершил преступление, то можно ли считать виноватым его? Необходимо исследовать всю систему, частью которой он является, потому что вся система его сподвигла к этому, как и тут. Можно ли Вилму винить в данном случае, что она пожирала еду Клэр, из-за чего Клэр и умерла? Но кто довел Вилму до голода? Раз. Второе. Кто дал ей возможность втихаря эту еду доставать из-за этой защелки с внешней стороны окна? Два. И третье. Неужели вы будете рассчитывать на сознательность этой бедной дамочки? Конечно, нет. Как только моча ей в голову ударит, некоторые люди вообще живут исключительно инстинктами и голову не включают никогда. Рассказывай. Я была такая голодная. Бедняжечка, действительно. У меня голова окружится. То есть, конечно, сейчас, вымещая злость на Вилме, эти товарищи демонстрируют свое скудоумие, потому что работать надо не со следствием, а с причиной, а причиной здесь является система в целом. И ноги болят, когда я голодная. Наша добрая подруга и любимая бабушка Вилма влезала через окно, пока мы спали. Она опустошала тарелку Клэр каждую ночь. Это было очень легко, потому что это... Эх, зачастую жизнь вся человека проходит в решении им его проблем, которые он сам себе создает. Вы так не считаете? Наверняка вы сами наблюдали такое не раз. И наблюдая за жизнью людей вокруг, и наблюдая за своей. И я здесь вижу зачастую себя. Я эти разборы снимаю в том числе, чтобы и себя учить. Рука руку моет. Окно открывается снаружи! Я столько земли съела в свое время! Вилма виновна в смерти моей дочери! Эх... Я требую... Да, как много глупостей мы видим из этих уст. Но, мои дорогие, и его тоже можно понять, насколько же сильно им управляют сейчас эмоции. А тема заключается, чтобы не создавать таких событий в своей жизни, чтобы эмоции брали над вами верх. Думать долгосрочно, заранее, как мы любим говорить, стратегически. В голосовании чтобы Вилму наказали за убийство моей дочери! Я требую справедливости! Или я сам убью ее прямо сейчас! Вот так вот грани добра из вас стираются не в первый раз в фильмах Варса фон Трирекс. Но когда мы говорим, кстати, о том, что они видят лишь следствие, они видят причины, это похоже вот на что. А можете ли вы так сделать, чтобы двухмерное существо увидело третье измерение? Нет. И так же мы с вами, являясь трехмерными существами, можем ли мы увидеть четвертое и пятое измерение? Нет. Они, грубо говоря, находятся за пределами нашей возможности их видеть. И так же здесь, у этих простых людей нет возможности думать долгосрочно, заранее, создавать условия. Судя по всему, эта возможность была только у их хозяйки, благодаря которой они оставались в живых. Сказка-ложда, в ней намек добру молодцу урок. Но это все могло и не произойти, если бы сама ситуация была бы другой. Само пространство. Но пространство было здесь сконструировано именно глупостью Грейс. И этому в том числе я и посвящаю все разборы этого фильма. Ну вот они проголосовали эту старушку расстрелять. Хотя, если бы этого не делала эта старушка, эту еду Квер съедал бы кто-нибудь другой. Помните, накапливаемость инстинкта никто не отменял. изгнать Вилму из Мандерлия за кражу еды во время голода. Какое хорошее решение в кавычках. Хотя это будет более жестоко по отношению к ней, чем просто ее здесь убить. Видите, да? Что происходит, когда люди не отдают себе отчет в том, что они работают над следствием, а не над причиной? Но самое интересное, если вы погрузитесь в черепную коробку каждого из мешанных жителей, и вы увидите, что они все реально от всей души считают, что та старушка виновата. Хотя, если бы не она, то на ее месте мог бы быть кто угодно здесь. Могла ли еда изменить судьбу Клэр? Вилма не могла не знать, что это убьет Клэр. Но даже если бы она это знала, у нее настолько сильно накоплен инстинкт, что он влияет на поведение. Помните, когда Грейс сама не понимала почему ноги несут ее к бане? Помните, также и здесь, когда та старушка сказала, что у нее голова кружится и ноги не слушаются. То есть, голова кружится, у нее не было способности думать, ноги не слушаются, ее ноги сами несли сюда отнять эту еду, и она сама не понимала, что происходит. И потом, когда у нее мозги включались, когда пищевой инстинкт отступал, так сказать, и она была сытая, она думала, какой ужас она творит, но и в то же время ничего не могла с этим поделать. Понимаете, да? И пусть здесь третий урок мы с вами так подробно и раскрываем тему накапливаемости инстинкта. Какой вывод отсюда можно сделать? Не доводить свою жизнь до такого уровня, чтобы инстинкты управляли вашим поведением. Организуйте себя так, чтобы вы и спортом занимались, и питание у вас было на уровне, и половая активность у вас была, и созидательным творчеством вы занимались, и только таким образом вы создаете у себя возможность мыслить, думать, управлять собой, а в противном случае тело будет управлять вами. Имейте это в виду. Было совершенно наплевать, что она подвергает опасности жизнь нашей маленькой дочери. В чем виновата, Клэр? Если это кто-то и сделает, то только я. Я же здесь судья и рука правосудия, а вы здесь никто. Это не должно быть обычной местью. Сейчас Грейс собственноручно пристрелит ту старушку. Хотя всего этого бы не произошло, если бы Грейс не создала бы для этого такое пространство, в котором то, что произошло, просто не могло мне произойти. Что они решили? Грейс будет сейчас вводить анестезию перед убийством из жалости. Я умру, да? Может, потому что Грейс понимает, что на самом деле причина этой ситуации это она. Достаточно ли она мудра, чтобы это понять? Но если бы она была той, кто способна это понять, она бы этого всего не допустила. Нет, Вилм, вы не умрете. Эх, насколько же беззащитными и глупыми в то же время подобно детям являются эти горожане. Насколько же они не обучены ни ответственности, ни способности жить самостоятельно. Насколько же жалко на это все смотреть. Они считают, что Клэр и так не ела бы еду на тарелке, что она все равно бы умерла от пневмонии, от пыли. Они так сказали? Да. Они так сказали, да, как много облегчения может получить человек, когда он сотворил какое-то преступление, но потом его убедили в том, что он на самом деле оказался не виноват. Они так сказали. Но нужно ли такое облегчение? Я так устала! Ложитесь и засыпайте, милон. Грейс обращается к ней, проверяя, спит она или нет. Может быть, это милосердие обусловлено тем, что Грейс задумывалась на мгновение, что она сама добила от такой жизни этих людей. Обратите внимание, Грейс начала ходить без лифчика, протыкая своими сосками свою кофточку. Помните? У нее инстинкт копится и она начинает активно разбрасываться вот такими раздражителями, вызывающие половое влечение у мужчин к ней в виде сосков, в виде запахов, в виде взглядов и прочее. Хотя в начале фильма я не наблюдал этого. Может быть, всегда было, может, я только сейчас заметил. Но здесь дьявол кроется в деталях. Грани добра и зла стираются здесь, мои дорогие. Можно посчитать поведение Грейс добром в данном случае, типа она восстановила справедливость, но этого всего могло не произойти, если бы она думала раньше. Да сколько угодно плач, от этого мозгов не прибавится. Батька своего надо уважать для начала, прислушиваться к тому, что он тебе говорил, особенно в начале фильма. От этого мозгов может прибавиться, но способности уважать, наверное, я, Грейс, у тебя нет. А если человек не способен уважать братьев своих старших с опытом, то он изолирует у себя возможность, ампутирует возможность, ампутирует, уничтожает канал передачи мудрости и знаний. тренируйте в себе способность быть благодарным и быть тем, кто уважает в первую очередь родителей. Ну что, мои дорогие, будем на этом мы с вами завершать третью часть разбора фильма Мандерлэй. Многие гипотезы прозвучало выше, особенно я очень рад, что подробно остановился на теме накапливаемости инстинкта. Если этот урок оказался для вас полезным и хотя бы одну из предложенных мной гипотез, вы органично впаяете в вашу жизнь и начнете более взвешенно принимать решения, это будет для меня большой победой. С вами Альберт. Помните, сказка-ложь давней намек добру молодцу урок. Моя задача выносить на поверхность ряд гипотез, и если одну из них вы добавили в свой колчан, то я буду очень рад. Встретимся в следующей, в четвертой части разбора фильма Мандерлэй. До скорых встреч в цифровом пространстве или в оффлайнах, я не знаю. Пока!